В информационном пространстве мы сталкиваемся с различными мифами про наш народ. Некоторые представители соседних народов манипулируют сознанием своего народа, выдавая историю Лизгин за свою, делая ее более общей, искажая историю и сочиняя сказки для малограмотных. В связи с этим мы решили развенчать некоторые мифы и подкрепить наши слова историческими документами различных стран, чтобы ни у кого не оставалось сомнения. Итак, миф первый. Раньше всех дагестанцев назвали Лизгинами. Каждая дискуссия на тему истории Лизгин начинается у наших соседей с этого достаточно нелепого утверждения. Только неясно, кто он называл, с каких времен. Не думаю я, что более чем за две тысячи лет подсчастники со всего света так и не поняли, что Дагестан это многонациональный край. Этот миф мы можем опровергать источниками с упоминанием всех народов Дагестана. Источники мы используем дореволюционные, русские и европейские. Начертания древней истории Бессарабии. Генерального штаба. Штаб с капитаном Вайтманом. 1828 год. Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие. Июль 1760 год. Санкт-Петербург. Кавказский календарь на 1853 год. Тифлис 1852 год. Журнал Министерства народного просвещения. Санкт-Петербург. 1844. Известие Русского географического общества Срезневского. 1877 год. Том 13. Санкт-Петербург. 1878 год. Далее мы переходим к иностранным источникам. В 5 часов пополудни мы добрались до почтовой станции Чимамет-Кали. Откуда нас быстро доставили в Дербент на почтовых лошадях. Через 5 дней я проехал 26 верст к югу от Дербента после почтовой станции Кулар. Откуда 14 верст на запад до ближайшего аула и далее на запад на свежих лошадях. Еще 15 верст до Касумкента. Это место, населенное Лизгинцами, Аварами, Казикумиками, является главным городом среднего уезда Южного Тагестана. Разделенное на три уезда. На севере лежит Кайтахский уезд с главным городом Мажелес. К югу Самурский с главным городом Ахты. Московское общество испытателей природы. 1873. Крупный класс доисторических языков, приближающихся к доисторическим, это васко-каларские. В Европе он включает баскский язык в его нескольких формах. В Азии кавказские. Лизгинский, Казикумикский, Акушский, Мечкистский, Аварский и другие. Можно пойти дальше и предположить отчетливое лизгинское происхождение, грузинское лекки, которое может быть предпочтительное пелего и пеласги. И могут включать киликийцев, лелегов, луканцев, легорийцев и легиев. Абхазы и лезги, возможно, объединились в набегах на Средиземное море. Гайд Кларк. Лондон. 1875 год. Этнология. Языки Кавказа. Грузинский, Лазы, Мегрельский, Саванетти, Лезги, Авар, Казикумох, Кисти, Черкес и Абхаз. Луи Вивен, Де Сейд Мартен. Париж, 1870 год. Высшие упомянутые источники еще раз доказывают, что никаких ошибок не было. Выдавать себя за лизгин выгодных для себя отрезков историй больше не получится. Наряду с лизгинским народом в этих источниках перечислены другие народы. Это еще раз доказывает, что никаких ошибок не было. Обращаясь ко всем соседним народам, уважайте свою историю и не посягайте на чужую. Ложь это как дырявый корабль, он рано или поздно утонет. Все тайное становится явным. До скорого.